Перед нами Пуанте, одной из известнейших балерин своей эпохи, это Пуанте Марии Итальони. Мария Итальони, итальянка, которая совершит путешествия, гастроли по Франции и по России. Ну, собственно, Париж и Петербург. И здесь, вы видите, невероятно маленькую ножку. Она ростом была метр пятьдесят. Иметь, ведь она совсем дитя, да, по-собументной дерьмо. Плюс она первая, кто встанет в буквальном смысле на пальцы. Вот это важно понимать. Все дело в том, что ее отец Филипп Итальони считал, что дочь рождена для того, чтобы изменить хореографию навсегда. Поэтому он даже до ума заставлял ее так ходить. Да, и вы видите здесь перед собой зарисовку ее ножки. То есть она в буквальном смысле первая встанет на пальцы. Но мы видим, что у нее в Пуанте нет укрепления. Вот она настолько феноменальная танцевальная практика обладала. И это послужит к тому, что француженки и русские, которые не смогут так танцевать, но захотят повторить это хореографическое движение, они начнут подкладывать в Пуанту укрепления, что как раз таки повлияет на формирование уже Пуанта, которую мы с вами прекрасно знаем. Также нужно отметить, что внизу вы видите изображение Шарля Дедло. Да, Шарль Дедло это балетмистер первой половины 19 века, в время работы которого на сцене русского императорского театра появятся такие известные по сей день постановки, как Корсар и Жизель. Это действительно такая классика и по сей день являющаяся. И именно Дедло введет в употребление понятие «прима-галерина», то есть вот именно он начнет выделять одну единственную балерину и назначать ее на главные партии. Как только приедет Мария Тальони, ей сразу отдадут все главные партии. Как я сказала, априори считалось, что русские менее талантливы, чем иностранцы. Эта идея изменится уже во второй половине 19 века. С вошедствием на престол Александра II, до монарха, даровавшего народу свободу, изменится абсолютно все, не только сюжетные линии, но и то, что на сцене будут доминировать русские артисты. И мы как раз с вами переходим.